Здарова всем народ, с вами Рэпертрейдер и сегодня будет третье видео из цикла полезных видео. Нахожусь я сейчас в Литве. Итак, первое видео было о том, как... Какое же было первое видео? Как никогда не терять деньги, было первое видео. Второе видео, как всегда добиваться своих целей. И тема сегодняшнего видео будет... Вообще, будет называться видео... Не держите яйца в одной корзине. Тема будет касательно денег. Много расскажу интересных ситуаций по поводу бинарных опционов, по поводу всяких инвестиционных проектов. Тема больше будет подходить, как не терять деньги, как себя обезопасить. Инвестируя куда-то, как я делаю. Все, что я вам сейчас рассказываю, это чисто мой опыт. Первое, я вам расскажу про инвестиционные проекты, про хайпы. Второе, я вам расскажу про бинарные опционы. И третье, я вам расскажу про банки. Итак, погнали. Как я народ начинал? Раньше же я тоже не мог путешествовать. Тоже у меня ничего не было. Был таким обычным, как и все. Ходил на подработки. И начал я свой заработок в интернете с хайпов. Хайпы это инвестиционные проекты. Короче, сайт. Ты вкладываешь на тот сайт деньги. Берешь туда, вкладываешь, например, 100 долларов. И каждый день получаешь по 5 долларов. 5% в день. Вкладываешь 1000 и по 50 получаешь. То есть, какие плюсы? В том, что большой процент. То, что в банк вы положите 100 долларов и получите 10% в год. А здесь вы получаете 5% в день. И большой минус в том, что большие риски. Потому что эти хайпы могут закрываться. Ну, вы не знаете, на какой вы сайт попадете. Отдельная тема. Как искать эти хайпы. Как смотреть, чтобы они были толковые. Как разбираться в них. Куда правильно инвестировать. Но суть не в этом. Какой бы вы хайп крутой не выбрали. Всегда есть большая вероятность того, что он может закрыться в любой момент. И вы потеряете все деньги. И есть, конечно же, вероятность, что он может проработать полгода. И вы нормально на нем заработаете. Когда я начинал. Я инвестировал. Касательно темы данного видео. Не держите яйца в одной корзине. То есть, не держите деньги в одном месте. По поводу хайпов. Как я делал. Я всегда распределял риски. Я брал три проекта или четыре. И в каждый проект инвестировал по 100 долларов. Туда 100 долларов. Туда, туда, туда. Первый проект закрывался какой-то из этих четырех. Второй что-то там. Я выходил в ноль. А на остальных двух я зарабатывал. То есть, какой бы ни был крутой проект, я туда не клал 300 или 400 долларов. Я всегда распределял деньги. Ну, в принципе, все. Вот я просто хотел сказать, как бы подвести к этой теме, что распределяйте деньги. Теперь давайте по поводу бинарных опционов. У меня была возможность вложить 3000 долларов на один аккаунт. или вложить по 1000 на три разных аккаунтов. Что я сделал? Я вложил по 1000 долларов. Ну, 1000 евро на одном лежит. На основном, на котором я сейчас торгую. И на два остальные я положил по 1000 баксов. То есть, знаете, народ, я перестраховался. Опять же, подвожу к теме данного видео. Я, конечно же, доверяю компании Binomo. Но мало ли что может произойти, да? Какие-то ситуации, сколько в интернете всяких есть. Там и про IQ Option, и про AlipTrade. Что-то кому-то не выплачивает, народ. Лучше перестраховаться. Я зарегистрировал на друзей еще два аккаунта. И туда залил по 1000. И отлично. И я себе поставил стоп. И как я торгую? Когда мы даем сигналы в группе. Когда мы торгуем с вами в группе. Я нам начинаю с долларового аккаунта. Там торгую на долларовом. Например, там не сильно идет торговля. Выхожу в ноль. Я себе поставил цель. Все, я на том аккаунте не играю. Захожу на следующий. На следующем я нормально долларов 20-30 сделал с нормы. И все. И останавливаю этот аккаунт. У меня есть цель и у меня есть стоп. То есть, если я теряю долларов 100 или 200, например, бывают такие дни. Да, я могу потерять по 200 долларов на догонах. Тоже бывает, не заходят. Все. Я на этом аккаунте не торгую. Я перехожу к следующему аккаунту. На следующем все норм. Я отбил. Там вышел в плюс. Какой-то там 50-70-100 баксов. Все отлично. То есть, суть какая? Я распределил деньги. Я, конечно же, вас там не призваю заводить каждый. Чтобы опять вы заводили аккаунтов там много. Но, знаете, я перестраховался. Я не хотел разложить 3000 на один аккаунт. Какая бы там ни была, знаете, крутая компания, все может быть. А может какие-то лаги в системе, знаете. Ну, все может быть. То есть, советую вам перестраховаться. Теперь касательно, давайте, банков. Раньше у меня лежали деньги на одном банке. В приватбанке у меня всегда были деньги. Но, видите, с нашей ситуацией в стране, да и вообще ситуацией в мире, я завел уже, положил деньги на разные банки. Теперь у меня лежит в Райфайзене, в Ощадбанке и в Овальбанке. Еще, может, даже какой-то, я хочу какой-то европейский взять банк и туда положить деньги. То есть, тоже распределил вот на три банка. Там я открыл счета, а везде держу деньги в валюте. Еще один важный нюанс. Держите деньги в валюте. Вы видите, какая ситуация, кто там с СНГшных стран. Правда, мы уже не в СНГ. Украина. Видите, какая она ситуация. В Украине идет война. То есть, держать деньги в гривне, это тупо. Наша валюта не будет, наша валюта обесценивается, и пока идет война, наша валюта будет всегда падать. Нужно держать в сильных валютах. Я пока держу в евро и в долларах только. Можно еще в британских держать. Она самая, наверное, стабильная из валют. То есть, вот так вот. Держите деньги в разных точках. В разных... Ну, и есть у меня часть. Часть денег я держу дома. Я держу часть налички, но там небольшую сумму. Часть денег я держу у родителей. И все остальные деньги я держу в трех банках. То есть, тупо было бы положить, знаете, все деньги, там, на один счет в банки. И просто, там, не знаю, какая-то ситуация произойдет. Вот с приватом чуть, там, не закрылся этот приват. То есть, все может произойти. Вы видите все ситуации в мире. Еще, там, третья мировая, не дай бог, начнется. Еще ядерная война. Сейчас все просто меняется. Везде идут войны. Так что, лучше перестраховаться. Вот какой был посыл этого видео. То есть, распределяйте свои деньги. Это подходит, ну, касательно всего, там. И еще вам скажу такой момент. Записал себе пару нянцев, которые я хотел бы с вами обсудить. Если вы думаете, что вы можете потерять, там, какую-то маленькую часть денег, это касается всего, там. Неважно сферы, любой сферы. Вы потеряете все. То есть, всегда проверяйте, прежде чем куда-то вложиться. Или, там, вы думаете, а, я рискну, там, маленькая сумма. Ничего страшного, эта сумма мне по карману не стукнет. Вы можете потерять гораздо больше. Относитесь бережно к любой сумме. Много, вот, есть ситуаций в группе, там, люди говорят, да, я внесу, попробую, там, 10 долларов. Ну, нету смысла начинать с 10 долларов, потому что это тупо, это слив. А люди говорят, да, я знаю, что это слив, я просто попробую. И потом я смотрю статистику человека, он 10 занес, проиграл, 10 занес, проиграл, 10 занес, проиграл. И в итоге 50 евро слив взял. Там, 50 долларов. Нет, сразу бы внести 50 долларов, постепенно себе делать, там, по 10 долларов в день и быть довольным. Нет, вот, человек знает это, то есть, какой вывод? Человеку похер на деньги, вообще, типа, он как-то к ним так относится. И потом все начинают говорить, что вот, нету денег, нету денег. То есть, относитесь... Это еще Дональд Трамп говорил, что если вы можете потерять какую-то часть, вы потеряете все. То есть, относитесь бережно и нужно свои финансы всегда обезопасить. Что еще он хотел сказать? А, еще хотел сказать такой вопрос. Ну, касательно этой темы я обсудил, да, уже все. Что... Как поступаете? Сначала, вот, я раньше... Все я говорю сейчас только на своем опыте. Сначала откладывайте деньги, а потом тратьте. Вот, как бы, по принципу богатых. Сначала отложите себе, там, на коммуналку, на... На путешествия, там, на какие-то вам нужно что-то купить, там, и у вас нет этой суммы, вы немного отложили. Остальное уже тратьте. Да, не у всех там большие финансы, но, то есть, вы откладываете по мере того, сколько вы зарабатываете. То есть, у вас потребностей, соответственно, меньше. То есть, сначала отложили, а потом тратьте. Это намного круче. Я вот, когда так начал делать, но я уже так сколько? Полгода так делаю. Все круто. Финансы всегда есть. Всегда есть деньги на путешествии. Я уже, у меня нету там, например. Вот, сколько мне взять денег на путешествия? Где их достать? Я заведомо каждый месяц откладывал определенную сумму. Потом мне нужно куда-то выехать. Вот, как сейчас выехал в Европу отдохнуть. Я себе спокойно снял те деньги, которые у меня были. Поехал. То есть, все. Те деньги у меня уже были, как бы, зарезервированы на путешествия. Все деньги, которые там я отлаживаю, неприкасаемый запас, тоже они зарезервированы. А остальные деньги я уже трачу там на коммуналку, на еду, ну и на остальные там, там, в кафешке и всякое такое. Так что вот так вот, народ. И напоследок я скажу, что всегда инвестируйте в себя. Инвестируйте в себя, потому что вот ум это, не знаю, это самое важное. Не деньги, ничего не важно. Если у вас есть ум, как говорил, кто говорил? Форд говорил. Вы можете у меня забрать все. Мои заводы, мои там фабрики. Вы можете отнять у меня все деньги. Но пройдет полгода или год, и я все это восстановлю. Потому что вот ум вы у меня не отнимете. То есть, у человека уже был опыт, и он все это сможет вернуть. Вот вы не задумывались, почему, например, богатые люди, когда теряют все. Много таких людей там, не знаю, Киасаки, не Киасаки, наверное, не терял. Трамп терял. Еще пару миллионеров, миллиардеров теряли деньги. И потом, через полгода, они эти деньги возвращали. А люди, которые выигрывают в лотерею, бедные люди, которые там 10 лямов выигрывали. И, почитайте информацию в интернете по поводу лотерей в Америке. Они там спускали эти деньги буквально там за 3 года и становились просто нищими. Опять возвращались к той же жизни. Потому что они не были к этому готовы. То есть, у них не было мышления этого. У них опыта не было с деньгами. Не было финансовой грамотности. У человека, который есть ум, который всегда учится. Который всегда учится на своих ошибках. Который всегда новому, всегда чему-то учится. Работает над собой. У него всегда все получается. То есть, не жалейте денег на всякие курсы. Когда у меня не было денег, я ходил на курсы, тратил последние бабки. Реально. По маркетингу я ходил на курсы. Я, может, вот этой вот всей ситуации не говорил вам, да? Ну, я много читал. Ну, и сейчас читаю. То есть, всегда учусь чему-то новой. Даже когда я прихожу на курсы, я там, например, полностью все знаю. Я все равно слушаю и какую-то информацию все равно я для себя полезную возьму. Просто вот мне одну в личку очень часто пишут вот такие вот люди. Люди по 40 лет, по 50. И они у меня спрашивают совета. Помоги там с финансами. Вот у них вообще нет финансового образования. Человек ничего не знает. Человек закончил школу, закончил там какой-то техникум и пошел на работу. И вот он работает до этого времени. И у него вечно проблемы с деньгами. И вот люди думают, что вот я буду зарабатывать больше, и проблемы у меня исчезнут. Проблемы не исчезнут. Будете больше зарабатывать, будете больше тратиться. Вам нужно менять свое мышление. Менять подход, кардинальный подход к ситуации. То есть, учитесь. Записывайтесь на курсы. Ходите. Повышайте свою финансовую грамотность. Народ, это очень важно. Вот жалко, что в школе этого вообще не учат. Учат какую-то там, ну, бесполезное просто мы учим. Да, для общего развития. Там математику, историю выучили. А вот главные там фишки. Вот как закончил ты универ, вышел в реальную жизнь. Что делать? Что делать? Идти на работу и пахать. Вот так вот нас учит правительство, потому что правительству невыгодно, чтобы мы думали. Чтобы мы думали головой. Им нужно создавать рабочий класс. Вот почему, ну, и это одна из причин, почему в школе нас не учат. Как правильно обращаться с финансами, как инвестировать деньги, как себе там накопить на старость. Этого никто не учит. Учат формулы, учат всякие синусы-косинусы, которые ни хрена никому не пригодятся. Все, чему вы учитесь, вы учитесь сами. Когда вот выходите в реальную жизнь, когда я вышел, закончил универ, ничего нету. По специальности работать в Неваре, потому что там какие-то 5000 гривен. И все приходилось делать самому. Все искать в интернете, ходить на курсы, читать, читать и учиться, учиться, еще раз учиться. Так что какой мы сделаем вывод из этого видео, народ? Учитесь, инвестируйте в себя, работайте над собой. И помните, что богатые люди всегда учатся. А бедные и так все знают. Как вот, как все там. Да, я и так все знаю, зачем оно мне нужно. Я все уже в жизни виделся. И типа, а остаются бедными. Так что учитесь, работайте над собой. И давайте опять собираем на этом видео 200 лайков. И я выпускаю следующее видео из цикла полезных видео. С вами был Рэпер Трейдер. Всем больших заработков. Всем счастья, здоровья, любви. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok